ДИДЖЕЙ ДЕМИТ РЕЗИН Дарим праздник! Генеральные партнеры праздника. Официальный дилер Ниссан Премьер Авто, Спербанк, Мегафон, Агрохолдинг Акашева и цифровой гипермаркет Матрица. Во втором по величине городе республики, в Волжске, в этом году ведутся активные работы по благоустройству. Это и ремонт дорог, и переселение из аварийного жилья, и строительство социальных объектов. Что важно, в стороне не остается крупный бизнес, активно участвуя в создании комфортных условий для жизни горожан. Такого большого объема ремонта дорог волжские старожилы не припомнят давно. Работы ведутся, начиная с конца весны и по настоящий день. Где-то ямочной, в других местах целыми так называемыми картами, а где-то и капитально. Всего же из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 50 миллионов рублей. Мы в соответствии с законодательством заключили договора, провели конкурсы, заключили договора с организацией по ремонту дорог. И в настоящее время уже 50% дорог, 50% объема работ выполнены. Все договора заключены у нас, сроковых выполнений до 31 августа. Поэтому и организации, которые выиграли конкурс, обязались выполнить работы в срок. К примеру, улица Грибоедова. В Волжске ее называют дорогой жизни. Ведь именно тут расположена женская консультация, которую ежедневно посещают будущие мамы. Фронт работы еще большой. Предстоит сделать тротуары, установить бордюрные камни. Дабы автомобили не мешали ремонту, улица на некоторое время закрыта для проезда транспорта. Уже отремонтирована главная транспортная артерия Волжска, улица Ленина. Кстати, в будущем в администрации городского округа строят планы полностью ее реконструировать, учитывая все современные нормы. Также в городе появятся новые светофоры. Сейчас их всего три, будет семь. Что особо отмечают в мэрии, в деле благоустройства города активно участвует и крупный бизнес. Частный бизнес полностью поддержал инициативу республики по ремонту дорог. И зао Ариады в этом году уже выполнены работы на сумму 14 миллионов рублей, отремонтировав более 20 тысяч квадратных метров дороги. Также мармурный комбинат в этом году выделяет 100 тонн асфальта безвозмездной помощи. И по благоустройству мы просим его благоустроить асфальтное покрытие парка. В общем-то, находим взаимопонимание. Впрочем, не только строительством и ремонтом дорог заво Ариада принимает участие в благоустройстве города. К примеру, за счет средств завода был построен этот небольшой бульвар с фонтаном в центре Волжска. Более 10 лет работает одноименный Ледовый дворец, где проходят матчи в высшей хоккейной лиге. Работают детские спортивные школы по хоккею и фигурному катанию. Кстати, тут же в окрестностях дворца спорта будет построен коттеджный поселок для работников предприятия. Это естественное желание каждого человека жить в комфортной окружающей среде. Поэтому мы просто делаем то, что как бы считаем, что правильно, чтобы нам было комфортно. Мы сами ездим по этим дорогам, поэтому и ремонтируем. Каждый человек может выйти из своего дома, около своего подъезда, разбить какую-то небольшую клумбу. Это небольшие затраты времени и средств. Поэтому, естественно, большое предприятие, у него больше возможностей. Мы делаем только то, что как бы считаем правильным и комфортным для себя. Этим же пользуются окружающие люди. А это снова Дорога жизни, улица Грибоедова. В этот свежепостроенный дом скоро переедут новоселы. В 2014 году в Волжске продолжилась работа по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Всего за отчетный период планируется расселить 120 семей из 11 бараков. На эти цели из федерального, республиканского и городского бюджетов в общей сложности будет выделено около 150 миллионов рублей. Переедут переселенцы в образцовые дома на улице 107-й бригады, что в микрорайоне машиностроителя. Тут комфортные квартиры, развитая транспортная и социальная инфраструктура. Удобно будет и юным волжанам. Во дворах построены детские современные площадки. В той же Ешкар-эле, к примеру, на обустройство подобных городков средства выделяет бизнес. Чем не пример для волжских предпринимателей. Ведь только на одном бюджете до посильных инициативах Ариады и Марбум-комбината много дорог не построить. А сделать тротуар около своего офиса, разбить клумбу под окнами, спонсировать небольшой детский городок по силам и среднему бизнесу. Ведь сколько угодно можно ждать у моря погоды и уповать на власть. Сложнее что-то сделать самому. Но именно яркий пример тесной работы правительства и бизнеса каждый день наблюдают ешкар-элинцы, прогуливаясь по улицам столицы Мариел. То же самое может быть и в Волжске, а также в других городах и населенных пунктах республики. Редактор субтитров А.Семкин